Не было альтернативы, у меня не было альтернативы что-либо еще, кроме того, чем я занимаюсь. Я и родился в театре, папа мой работал в театре. И я с детства знал, что я обязательно буду работать в театре, но не обязательно актером, все равно кем. Мне в то время нравилось быть осветителем, менять фильтры зеленый, красный, синий. Чего я и делал, нанося большой урон тому, что происходило на сцене. Потому что я залезал в осветительную ложу и сам по себе менял фильтры, а художник по свету просто сходил с ума, я не понимал, что происходит, почему вдруг героиня стоит вся зеленая, а это я на нее направил, зеленый свет. За это я получал, конечно, от сотрудников театра, но только в театре, только в театре. А потом уже, когда перешел в такой сознательный возраст, то, конечно, хотел быть актером. Поэтому я в 15 лет уже поступил в театральное училище, и другой профессии я просто бы даже не представлял себе. Просто потом жизнь так сложилась. Но это часто бывает у молодых людей, когда хочется и сразу побольше заработать, сразу же получить какую-то известность. Вот поэтому я понял, что на то время удачным было бы заниматься и с точки зрения экономической, и с точки зрения приобретения популярности. Это то, что сейчас называется шоу-бизнес. Тогда это была эстрада. Я и пошел на эстраду. Но потом в один прекрасный момент, а это было 11 лет назад, щелкнуло. И я вдруг понял, что какой же ерундой я занимаюсь. И слава богу, что вот это решение уйти с эстрады, а в принципе, ну была и популярность, и известность, и все было хорошо. Что это вдруг совпало с тем, что Сережа Проханов, худрук театра «Луны», встретив меня, сказал, слушай, у меня есть маленькая ролька, можешь сыграть? И я не задумываясь, сказал, да. Да. Говорю, давай завтра на репетицию. Я пришел на репетицию, был Андрей Соколов, вот эта маленькая Вера, Андрюша хороший артист, Ирочка Зайцева. Мы начали репетировать, оказывается, пьесы еще как таковой не было, было только либретто. И мы начали репетировать, и после каждой репетиции Проханов дописывал новые сцены. И так из маленькой роли она стала главной. Вот, там три главные роли. И вот 11 лет я служу в театре «Луны», сыграв семь разных спектаклей. Семь разных персонажей, из них две, где я играю главные роли. Я счастлив. Счастлив, потому что... Потому что чувствую, что нужен. Вот, мне кажется, что... Вот если формулировать, что такое счастье, это глупости говорят, что счастье в деньгах, в их количестве, что... Нет, это неправда, потому что ты становишь зависим от самих денег, когда у тебя их много. Счастье — это быть необходимым, кому-то очень-очень нужным. Вот это счастье тогда. И это свобода. Вот, вернее, даже не счастье, а это свобода. У тебя есть свобода выбора. Принимать то, что тебе предлагаются. Идти туда, куда тебя зовут. Или туда, или туда, или туда. Так что, свободу и счастье приносят не деньги, а твоя необходимость людям или обществу.